В чате Do Replay проявляет чудеса внимательности и спрашивает, почему у вас сзади написано «Боритесь за свои права». Если я не ошибаюсь, то вы коммунист, а при коммунизме ни у кого не было прав. Забавно, да? Слушайте, коммунизма никогда не было. Это социально-экономическая формация, которая по, собственно, марсистско-ленинскому учению должна прийти на смену капитализму. Их, собственно, этих формаций, эпох, я не знаю, не так много. Первобытный общинный строй, собственно, рабовладельчество, феодализм, капитализм, как сегодня. Из-за того, что противоречия внутри российского общества не преодолены, то есть есть, собственно, общество, которое производит все общественные блага, и маленькая кучка, которую эти общественные блага может потребить, потому что только у них есть деньги. Остальные по остаточному принципу. Нет денег, ну ничего, затяните пояса, войдите в положение. И, собственно, это приводит к тому, что бедные беднеют, богатые богатеют. И рано или поздно, собственно, столкнувшись с нуждой большой, с кризисом, с обнищанием, у большинства заканчивается терпение. Так, собственно, развивается мировое, в целом человечество развивается. Был социализм, как переходная стадия коммунизма с 1917 года, когда средства производства стали принадлежать государству, то есть всему обществу через государственную собственность. Не хозяевам, не акционерам, не собственникам, а всем гражданам стало все это принадлежать. И тогда, собственно, государство получало не 20% в виде налогов, а 100%. Все богатства, все средства шли на решение общественных, государственных задач. И были деньги на строительство школ, больниц, поликлиник, дорог, развитие науки, собственно, на то, чтобы дать каждому гражданину достойную жизнь. Каких не было прав. Люди были равны и свободны в первую очередь экономически. Это самая большая свобода, которая только может быть. Есть сегодня равенство граждан по экономическому принципу. Я говорю не о уравниловке, ни в коем случае. Были доктора наук или профессоры, и был, я не знаю, слесарь, который только начал работать. Понятно, что их зарплата отличалась очень-очень сильно. Но если мы возьмем с вами сегодняшнюю ситуацию, то тот, кто владеет заводом, или тот, у кого в собственности или в управлении нефтяная скважина, он не равен с работником, который на этой нефтяной скважине работает. Почему? Потому что суд встанет на сторону богатея. Коррупционными ли отношениями, связями. Или благодаря тому, что сверхбогатый человек сможет привлечь самые лучшие силы на свою защиту, самых грамотных юристов, самых лучших специалистов, он сможет подготовить весомые аргументы, а рядовой работник не сможет, потому что у него не то что денег, у него времени нет. Он с утра до вечера занят каторжным трудом. Вот эта экономическая свобода и равенство людей сегодня извращена, и просто на 180 градусов это дело развернули, и показали, вот как было раньше, и как оно сейчас. Помните, сейчас я скажу, было отличное стихотворение «Разговор с сыном Михалкова». И, соответственно, там в стихотворении были такие слова. Он говорит, вот посмотри, говорит, все вокруг. И леса, и сады, и предприятия, все это для нас, для людей, все это общее, все это принадлежит каждому и работает на каждого. И посмотрите, как сейчас. Ничего людям не принадлежит. Все принадлежит какому-то отдельному господину. Все это в чьей-то собственности, все это принадлежит лучшим, самым достойным. Здесь есть справедливость. И чьи права эта система защищает и, собственно, работает на то, чтобы эти права соблюдать? Конечно же, государственная машина работает, чтобы права олигархов были защищены в первую очередь, а остальные по остаточному принципу. Но, как правило, абсолютному большинству говорят одну и ту же фразу, у тебя нет на это права. У тебя нет вообще никаких прав. У тебя есть право платить налоги и молчать. А если ты выскажешь свое мнение, ну, соответственно, извини, ничего не получится, сядешь в тюрьму. Поэтому говорить о том, что у людей не было права... Ну, смотрите, человек мог поступить в институт, и это было абсолютно бесплатно. За это нельзя было платить деньги, потому что это было незаконно. Или, например, ты пришел в больницу и бесплатно там лечился. И это тоже право. Сегодня эти права соблюдаются или нет? На бесплатное здравоохранение или там, например, бесплатное, или там доступное образование? По-моему, нет, да? Когда человек заканчивал школу, он гарантированно получал первое рабочее место, гарантированно. То есть он всегда мог рассчитывать, что он без работы не останется. Сейчас это право соблюдается или нет? Мне кажется, нету, да? Если молодая семья заводит ребятенка, они могли рассчитывать, что государство будет помогать. Не по плечу хлопать и говорить, что все отлично, развивайтесь, мы вас поддержим. Финансово помогать. И, собственно, было пособенно ребенка. И ребенка можно было на эти деньги содержать. Это право человека или нет? Мне кажется, право. Соблюдается оно сейчас? Мне кажется, нет, да? Даже если гипотетически у вас есть эти деньги, государство, собственно, как структура власти, представители населения, которые должны заботиться о своих гражданах, должны организовать продовольственную безопасность. Ну, то есть смотреть, чтобы в магазинах продукты питания не вредили здоровью, чтобы это были полезные, безопасные продукты питания. Сейчас эта продовольственная безопасность, власть ее соблюдает? Это право людей, оно кем-то отстаивается? По-моему, нет, да? Пальмовое масло, какие-то консерванты, какие-то опасные, непригодные в пищу вещества, лишь бы продукция хранилась дольше или перевозка была проще и так далее. Тогда, если мы возьмем Советский Союз, была жесткая система технических регламентов, ГОСТов, и если те или иные производители продуктов питания от этого отходили, за это можно было, ну, блин, в тюрьму уехать, да? А сейчас за это медали дают. Считается, что все это нормально, да? Фиксированные цены на продукты питания, на хлеб, на тот же. Ну, вы могли себе представить, что продукты питания могли увеличиться в цене в два раза, а в 10 раз? По-моему, для всех является чем-то таким, знаете, бесспорным, что в советской системе продукты питания дешевели. То есть, прошел год, продукты питания подешевели. Почему? Потому что росла производительность труда. То есть, человек за свой рабочий день мог произвести большее, потому что пришли современные машины, которые позволяли, собственно, этот процесс сделать еще более эффективным. И это позволило внести какие-то изменения в ценообразование, сэкономить, грубо говоря. Но это привело не к тому, что прибыль у акционера стала выше, а это позволило снизить стоимость продукции. Сейчас, по-моему, происходит катастрофически наоборот. Какую сферу не возьмите жизни человека. Я не идеализирую Советский Союз. Вот эта номенклатурность, на поздней стадии коррупция какая-то, когда люди шли в коммунистическую партию не для того, чтобы продвигать идеи, которым клялись верности, а для того, чтобы быть поближе к власти и пользоваться там какими-то благами. Я прекрасно понимаю, что это стоит признать, и общество должно большую дискуссию на эту тему организовывать, чтобы выявить проблемы, которые повторять нельзя, которые нужно исправить и, собственно, сделать работу над ошибками, взять лучшее и умножить это лучшее. Понимаете, какое бы, тем не менее, сегодняшняя система не идет ни в какое сравнение с тем, что было 30 лет назад, даже с учетом всех минусов. Ну, давайте так, вот сегодня человек вроде как лично свободен. Реально, каждый определяет там свою судьбу сам, но на деле эта свобода является ничем иным, кроме как выбери любую смерть, которой хочешь умереть. Потому что у тебя на самом деле выбора нет. Из-за безработицы пойдешь на нищенскую копеечную работу, никакой уверенности в завтрашнем дне у тебя не будет. Если, не дай бог, дети заболеют, смс-ками собирать со всей страны с протянутой рукой, потому что по-другому ребенка не вылечишь. Когда мы говорим о покупке жилья, ну, блин, ну, казалось бы, да, каждый может купить жилье. Это же право человека? Сегодня право. А как его купить? Залезть в ипотечное рабство на 30 лет. Ну, блин, ну, раньше такого не было, понимаете. Если и были ссуды, то они были беспроцентные, а по-хорошему давали жилье бесплатно на работе. Если они дали только за эпоху Брежнева, которую называют эпохой застоя, 167 миллионов квартир, миллионов бесплатно, без копейки, просто людям давали на их рабочем месте, да, исполняешь обязанности, хорошо себя проявляешь, квартиры тебе не абы где, рядом с рабочим местом, чтобы пробок не было, понимаете. А, соответственно, вышел, до работы пешочком дошел. Посмотрите, вот у нас по каждому городу, по, значит, по стране в целом, есть предприятия, там, около предприятия, как правило, этот микрорайон так и называется, да, почему? Потому что завод рядом строил жилые массивы, поликлиники, детские сады, и сам все это содержал, сам благоустройством занимался, сам, соответственно, инфраструктуру развивал, о дорогах и освещении заботился. А сейчас эти предприятия уничтожены, а вместе с ним и вся социальная инфраструктура уничтожена. Вот посмотрите на примере совхоза имени Ленина, там, Павла Николаевича Грудин, который пытается уничтожить всяческим, встятому за его позицию на выборах президента, за то, что бросил вызов, да, который никому нельзя бросать, да, любой асфальт, любой фонарь, любая клумба, бордюр, заборы, освещение, все, что ни возьми, делается за счет предприятия. А таких совхозов было несколько десятков тысяч по стране. Взяли и построили лучшую школу в Европе, взяли и построили детские сады, как Диснейленд. Все полностью содержит, потому что прибыль идет не акционерам в карман, а на развитие социальной инфраструктуры, на то, чтобы улучшать жизнь людей. Есть пенсионеры, которые проработали там всю жизнь, каждому по 100 тысяч рублей прибавку к пенсии, просто без копейки бюджетных денег. Ну, это же советский принцип управления, это советские принципы функционирования экономики. А это права, которые соблюдались, или это плохо и не нужно все это повторять ни в коем случае. Когда я слышу иногда настолько скептические, настолько необъективные оценки, они в двух случаях звучат. Либо человек не понимает, что происходило, ну, я не знаю, ложь, дезинформация, попытки дискредитировать там по абсолютно лживым, надуманным поводам. Либо это намеренная, с умыслом организованная дезинформация, которая преследует всего лишь одну цель. Вот эту систему, которая здесь и сейчас сложилась, которая является механизмом для обогащения элиты, вот эту систему сохранить. Кто заинтересован вот эту грабительскую систему сохранить? Кто? Ну, понятно, да? Только те, кто находятся у власти. И они напрямую ли, или через созданные, искусственно созданные институты, там, структуры, там, подразделения, сеют вот эту ложь, чтобы людям в голову вбить, что пусть останется все как есть, потому что если все будет изменено, будет еще хуже. А значит, менять ничего нельзя. Значит, все должно остаться как есть. Пусть олигархи богатеют, бедные беднеют. Пусть Россия сокращается на один миллион человек в год. Пусть вымирают города. Пусть снижается нагрузка на грунт. Лишь бы лучшие люди нашей страны становились богаче. Я надеюсь, что я немного пролил свет на заблуждение, на позицию, которую вы высказали. И интересно, конечно, эту дискуссию, значит, как-то еще больше развить. Но давайте это в следующих вопросах сделаем.